всем привет дорогие друзья 9 ноября с вами опять я дмитрий сова и его жена сегодня вы приехали в такой лес в котором мы еще не бывали это днепропетровская область вблизи поселка гвардейский как бы в этом-то лесу мы бывали но именно в этой локации не были очень настораживает отсутствие грибничков пугает прям я бы даже сказал может быть это связано с отсутствием грибочков в этой местности а может быть с тем что сегодня понедельник вы можете видеть что здесь такая местность где преобладают дубки молодые такие как кустарники дуба будем конечно их проверять зайдем сосновый лес ну и не оставим без внимания низинки болотца ну что ж пожелайте нам удачи идем и вот первая находочка в размотанной ленте туалетной бумаги торчит опеночек осенний конечно же учитывая то где он вырос я его брать не будут ночью передают уже заморозки до минус двух мы сегодня не будем брезговать брать козлят не знаю каковы они засолки но как раз будет возможность проверить вот первый желанный грибочек сегодня маслёночек но что-то мне подсказывает что он уже не молодой подсказывает мне то что он обмяк но это ничего выглядит он довольно привлекательно вот как зрелищно лежит это сосна дуб держит на руках свою умирающую любимую маховичу чик за неимением других я его возьму смотрите какой молоденький симпатичный вот мы зашли под старую сосну вы можете увидеть тут кто-то резал грибы похоже на белый разрыл правда вот это правда так делать не хорошо но я здесь посмотрел рядышком и увидел бугорочек а это был не белый это была зеленуха какая крупная вот крупная зеленушка возьмем ее сейчас мы от песочка немножко отряхнем но любопытно что на этой полянке такая зеленая трава несмотря на то что уже конец осени вот слегка отдалившись от сосенок и дубов вместо где так скажем глаза осиновая повстречался нам такой шикарный опенок я обожаю и вот эту бархатную шляпку совсем свеженький здесь же неподалеку провожает свои последние дни зонтик встречая свою естественную смерть не от ножа грибника вот под дубами повылазили опятки осенние я уже не раз говорил что это мои и катюшины любимые грибы на вкус на ихнюю структуру нам нравится больше остальных грибочков сейчас полезу за большим опенком не знаю старый ли он а может быть он просто роскошный возьму хороший хороший видите даже не потемнел вот здесь опята уже успели постареть ну вот рядом со старыми есть довольно неплохие экземпляры это этот вот средних лет как я примерно вот а этот такой как максим совсем молоденький но больше всего мне конечно же нравится когда они растут семьей семейные грибочки и такие роскошные вот под каждым дубком заглядываешь их тут сколько то есть ну небольшие семьи ну такие по два по три интересные экземплярчики вот не вижу смысла конечно показывать каждый опенок найденный но поверьте оно того стоит их пособирать очень вкусные просто неповторимые вкусовые качества жареных опят в общем зашли на такое местечко и тут их просто клондайк этих опят только успевали собирать очень все нравится очень все нравится очень нравится в общем зашли на такое местечко и тут их просто клондайк этих опят только успел а и собирать очень все нравится чем мы тут сами кайфуем не ветерка нету не грибничка никого одни мы и грибы грибов немерено я прям не знаю наверное все-таки мы свои тары затарим они тут даже на открытой местности прям в траве вот видно их на пригорочке возле дороги ну а вот этот вот раскидистый кустарник дуба оккупировали ложные опята попрошу их не путать с осенними вот эти таких тут много а вот здесь обратите внимание и подскажите кто знает что это за грибы такие странные такие не видел неужели это ложные опята такие большие здесь так нет вот уж мы вылезли из этой травы густой набрали опяток но еще не прощаемся с вами ибо это была самая короткая грибалочка пока так движемся к автомобилю с катюшей через низиночку болотце такое и среди вот этих бутылок кто-то водку распивал торчит вот такую посмотрите беляш разве это не круто очень красивый все-таки катя сегодня улыбнулась удача смотри я вам царя принес радуйтесь отнесем опяточки и конечно же вернемся будем смотреть такие низиночки на предмет беляшу на шкал выгрузили опятки и вот немножко переехали это же гиграфоры уже повылазили наверное а это какой-то хороший гриб был посмотрите как его одолела болезнь какая-то плесень да это был даже беляш очень жаль ну каждого гриба своя судьба можно сегодня конечно в дубах разжиться вот такими грибочки это маховик я уже показывал но я их беру неохотно а катя берет да как охотно вот например еще один экземпляр будем наверно брать да как все-таки прошу заметить друзья какая темная шляпка встречается сейчас у беляшей и какие они красивые из-за этого мощный мощный беляш катя смотри вот это беляшела я даже сам не думал что он такой здоровый и черный да сверху элитнейший она же еще какая то ну катя в этом плане у нас полное гендерное равенство посмотрите дорогие мои какие там маховички в болотце зашли и вот еще один рядышком повстречался надо по моему старенький сейчас мы посмотрим мне удивительно здесь место то недалеко от дороги люди знают его да этот уже постарел ну он такой прям обмяк он выделяется сок оставим его здесь пусть от него потомство произведется сегодня приятнейшая грибалочка просто единение с природой проходя такое место мне даже на секунду показалось что я попал в мезозойскую эру и прохожу кладбище динозавров огромные просто сваленные деревья напоминают скелеты в лесу сегодня очень тихо такое умиротворение белые грибочки пока попадались только в березовом в березовом участке леса вот мы и сосенки проходили ничего зачастую сосенках уже все как мы любим говорить вы вылизано мы наверное просто приехали на всем известные места и ходим по следам людским это поверье что твой гриб тебя будет ждать оно конечно верно но кто придет 1 того будут ждать грибы а кто придет последний того возможно будет ждать гриб и вот в этом измученном грибничками болотце удалось спрятаться благодаря своей темной но не красной шляпе подосинович удалось спрятаться от остальных но не от меня за тобой пришел сам дмитрий он очень красивый вы сейчас сами его оцените смотрите шикарный темный такой конечно его здесь не будет видно вот очередной спасенный от мороза грибочек красавчик красавчик показался и помоложе подушечек очень хорошо спрятался за вот этой осинушкой как будто спрятки играет стоит за деревом я тебя нашел ну ладно у нас тут зеленушки повстречались матушки надо привести она будет солить их а я буду их есть да а мы как-то отметили с катей что деленушек мало попадается но это так и есть не знаю мы в этот лес наверное в ближайшее время не вернемся да катя как-то нам тут не очень потому что тут тут все грубо говоря все нашинкованные грибы кругом тропы грибничьи это зеленуха золотная а даже 2 возьмешь хорошие и вот сегодня никого нету я думаю потому что все просто обалдели от количества себе подобных вчера вот даже для наглядности можно посмотреть на контрольной полосе какую-то бун здесь пробежал а вообще здесь конечно красиво и когда никого нету так приятно ходить еще и погода такая не тебе ветерочка не капельки с неба тишина смотрите как прикольно растут какие-то маленькие поганочки вообще классные масленочки значит я тут увидела масленка а дмитрий сразу тут пригрелся и тоже увидел на беленькие так ты меня так не зовешь таки ты меня не звала я сам пришел смотрите он еще молоденький значит они еще продолжают свой рост и вот только вылезший я же говорю это не потому что не потому что их тут нету это потому что их тут уже пособирали молодые 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 до ранний специально переместился в дубы думаю посмотрю кабель очков листва такая плотная и вот попался мне маслю масленок масленок очень приятный видно молодой а здесь рядом маховичок вообще здесь катя собирает маховички там она за бугорку маховичок здесь много червилых вроде бы нету плохо очень их здесь видно но все же если встать на минутку осмотреться то начинаешь замечать катюша катюша любит хвастаться моими беляшами ну хоть два говорит что это она нашла мы уже наконец-то пришли к автомобилю прекрасная природа прекрасный воздух у которого есть еще одна сторона кроме того что он приятный и полезный он еще возбуждает аппетит а ходить снимать видео когда твой желудок тебя перебивает урчанием я не люблю так что мы уже приняли решение ехать домой друзья всем пока всех люблю дай бог вам всем удачи и здоровья до новых встреч не забывайте подписаться на мой канал поставить лайк и оставить приятнейший комментарий который я прочту и поставлю вам свой лайк до новых встреч